Шалом, дорогие друзья! Итак, месяц Элул, недельная глава Шафтим, приближение суда. Давайте поговорим про суд, потому что Элул это вообще месяц, когда он отличается двумя вещами. Первый это месяц, когда мы готовимся к суду, и второй, ни в коем случае никого не судим. Никаких нельзя оценок давать специально, написано в этот месяц особенно. Человек оставят в какую-то ситуацию, и он своим языком дает оценку, и это является приговором для него. То есть все по-хорошему надо, так написано, да? В морале Испраги говорил вообще еще одну вещь, почему не надо судить, что только Бог может судить человека целиком. В каждом из нас есть определенное хорошее, что-то плохое. Есть кто-то много грехов совершил, возможно сделал много других хороших вещей, и они пересилили плохое. Мало того, возможно даже один добрый поступок был настолько важен в глазах неба. Короче, только Бог знает в сердцах людей. Только Он может судить человека, и поэтому не надо ставить себя на место Бога в этом судилище. Он и так иногда нам прощает, потому что мы прощаем другому. Мы должны подражать небесному суду, выискивать какие-то. Смотри на человека целиком. Вы думаете, что он плохой, но разве он полностью плохой? Есть какое-то одно хорошее качество? Очевидно, что-то есть. Посмотрите, так получается. Что еще? Когда человека судят в верхнем суде, написали наши мудрецы. Учитывается вообще все, включая и прошлое, и написано еще более интересно, прошлое поколение и его будущее поколение. Все вместе, и за все человек несет ответственность, потому что так построен этот мир. Вообще, известно какие еще суды в течение года установлены над человеком. Это суд Рошашана, самый большой суд. У молодоженов день Кухупы является судом у роженицы, день родов. Есть еще ситуации, конечно, когда человек притягивает вне расписания суды. Это когда человек ставит в свою опасность жизнь просто сам. Когда человек злословит, когда человек указывает на свои заслуги. Он как бы говорит творцу, смотри, сколько я хорошего делаю. Написано в этот момент, творец говорит, правда, ну давай проверим твои заслуги. И тогда начинается на небе проверка, и тогда, боже упаси, человек увидит, насколько ему нечего показать. Чего бы нечего, как говорят мудрецы, заплатить даже за дыхание, которое он получает. Идем дальше. Что Мишна нам интереснейший рассказ? Это очень непростой рассказ. Мишна в Талмуде, в трактате Рошашана, говорит, что четыре раза судится мир. В пейсах на урожай, в шавот на деревья, в сукот на воду. А в Рошашана, очень интересная формулировка, мир предстает перед творцом, как обители выси. И тут не просто, давайте вдумайтесь. Талмуд спрашивает, что такое обители выси, и объясняет в трех толкованиях. Первое, это армия Давида, воины шли один за другим. Первое, так же и мы проходим перед творцом, как солдаты армии Давида. Второе, у Хирама был высокий дом, совсем высокий на небе, в котором была одна такая тропа, которая может пройти только один человек. Так же и каждое создание проходит перед творцом Рошашана по одному. И последнее, как стадо овец. Когда имеющихся из наличия овец отделяют десятину, их такую узкую проводят, там десятую мажут, и вот она десятая и попадает. Вот чтобы прообъяснить все это, все три примера. Есть старая притча о рабе Соловейчика. Когда контрабандист хотел отправить товар через границу, он нанял извозчика. Извозчик знает тайные тропы. В этот момент контрабандист, как заключили сделку, начал нервничать. Слушай, хорошее дело, полная телега товара. Возможно, поймают, заберут товар, посадят. Извозчик меньше нервничает. Он спокойный, а не первый раз. Но в день выезда уже границу тоже начал трястись от страха. Еще поймают, заберут лошадь, самого отдадут под суд. Лошади были, как всегда, спокойны, даже во время перехода границы. Мораль вот этого всего, нам говорят мудрецы, состоит в том, что есть люди, которые начинают волноваться с начала месяца Иллу. Они подобные воинам Давида. Они много времени проводят в учениях, им легче будет и в бою, и на суде. Вторая группа, они поспокойнее, они до последнего дня не особо нервничают. Последний день, вошла шана, там бегут все на гову или как-то нервничают. Это как бы сложно, что дальше будет. Третий вид, как стадо овец. Они даже не знают, что их уже пометили краской, они еще сидят там и пюруют. Поэтому суд не приходит нам неожиданно. Он будет с первого дня месяца Иллу с Турбяк Шафар. Для чего? Чтобы разбудить нас. Чтобы в течение месяца еще каждый мог возможность проснуться, понять, сесть, посчитать, ужаснуться перед этим судом в своих заслугах и что-то начать делать. Чуть-чуть, пять минут занятий, полурока, кому-то что-то передал, что-то сделал. Срочно, немедленно. Главное не быть как стадо вот это, которое идет, как овца. А все остальное подходит. Браховать слуха.